А вы же, Али? Жив чуть выше, сделаем. Путь прошел огромный труд, конечно, и большой путь. Дело в том, что, когда мы открывали этот центр, и студию, и в процессе уже планировали дальнейшую работу, серьезную работу, что будут артисты цирка и будут, скажем так, гастролировать по всей стране, по всей Европе, прославлять нашу страну. За это время планы были большие, как говорится, грандиозные. И практически мы его добились, потому что побывали дважды на Монте-Карло, самый престижный конкурс в мире. Получили большие награды, это довольны. Сейчас планы такие, так же самое, растить деток, лучших из лучших отправлять на конкурсы, на международные конкурсы. Они с удовольствием этого хотят. Заслуженные овации, подзяки и узнагороды отримали деятшим остатство и культуры. Силой своего таленту они працуют над тем, как пробить этот свет больше чудовным. Хотим сказать спасибо этим неравнодушным людям, которые преданы своей стране, своей профессии, своему Гомельскому региону за тот большой вклад, который они вносят в развитие и сохранение культуры нашей страны. Святочные мероприемства с нагодой Дня работников культуры организовали у кинотеатра имя Калинина. Очень рады, что сегодня для гостей подготовили специальный эксклюзивный подарок. Сегодня состоится предпремьерный показ нового фильма, национальной киностудии «Беларусьфильм», «Золотая эпоха Беларусьфильма». И, конечно, мы рады, что киновидеопрокат вносит существенный вклад в развитие всей культурной сферы Гомельской области по всем направлениям нашей деятельности, как и социальная работа, обслуживание села, так и организация уже тематических киномероприятий. В зале шматы гоноровых гостей. Сярод их народная артистка Беларуси Галина Пауленок. Гомельская медсо-сопрано за свою карьеру отзначена шматликими званиями и узнагородами, а в минулом году стала еще и гоноровым гражданином Гомельской области. Наша миссия, чтобы жизнь была более гармоничной у людей, все-таки встречаться с артистами и театром, и солистами, певцами, оркестрами, чтобы они еще свою жизнь украшали искусством и культурой. Ходить на выставки, и тогда жизнь кажется полноценной, полной, потому что, как говорили умные люди, жизнь без музыки была бы просто ошибкой. Есть профессии для тела, есть профессии для души. Работники культуры и как раз профессионалы из их лику. Ну а культурное жизнь на Гомельшине протягивается. До речи, кинотеатр Мякалинина обещает новые премьеры. В ближайший час глядачу ждет программа 30-го юбилейного кинофестивалю «Листопад». Ирина Дребышевская, Сергей Жиленко, телерадокомпания «Гомель».